итак интервью владимира зеленского что он сказал среди прочего значит украина готова воевать в долгую израиль воюет говорит он смотря какая это война мы готовы воевать в долгую не теряя людей минимизировать жертвы как с примером израиля можно так жить конец цитаты между тем он говорит о том что как только вооруженные силы украины подойдут к админ границы с крымом тогда он считает что можно дипломатическим если я правильно понял путем решить этот вопрос вытолкать да что это значит это значит что по сути мы готовы война может быть длительной украина к этому готова вопрос 1 готова ли к этому россия второй правильно ли мы понимаем что по сути не исключается и переговорный процесс если президент говорит о том что мы подходим к крыму и тогда уже политически дипломатически можно будет каким-то образом решать этот вопрос как на это все смотрите вы знаете здесь ну вот у меня нет такой такого жесткого вывода что речь идет о переговорном процессе если переговорный процесс то на каком уровне понимаете речь не идет о во верх речь идет конкретно исключительно только о крыме то есть речь не идет о переговорном процессе в ходе которого будет как-то остановлена эта война и перемирие там и все вот эти вот сказки про мир в обмен на территории этого ничего нет значит с кем переговорный процесс что такое не него и не военный процесс он говорит о демилитаризации крыма я еще раз подчеркиваю здесь все таки когда президент произносит какие-то слова то они имеют значение и здесь нельзя их трактовать расширительно потому что речи речи в его выступлении шла о демилитаризации крыма это не совсем то же самое что освобождение этот этот это может быть и другой процесс это первое второе здесь же как бы в связке с этим звучат и слова начальника главного управления разведки украинские украинской армии генерал майора буданова который говорит о том что крым будет освобожден комбинированным путем обзором но военный путь в данном случае будет решающим то есть военное давление дальше возможно какие то я не знаю может быть и дипломатические переговоры но вряд ли это будут переговоры между главами государства такие переговоры явно невозможно вот я по-прежнему не могу себе представить за столом переговоров может быть это какая-то моя зацикленность может быть это моя ошибка но я по-прежнему не могу себе представить за столом переговоров но пока по крайней мере зеленского и путина особенно после того что путин так сказать показательно демонстративно казмил пригожина которому он совсем недавно давал гарантии безопасности о чем-то с ним договаривался встречался с кремле и так далее но это еще раз еще один аргумент в пользу того что о чем-то договариваться с путин невозможно поэтому это могут быть какие-то переговоры на другом уровне но вот не знаю пока непонятно с кем об этом рано говорить но в любом случае вот в этом в этом своем выступлении вот во вчерашних вообще на заявлениях у зеленского было очень много содержательных вещей во первых было много сказано о борьбе с коррупцией во вторых был дан ответ сенатору грэму по поводу так сказать его настойчивого требования прям вот немедленно все бросить но не немедленно в 2024 году проводить выборы воюющей стране ну такой деликатный ответ что называется ответ не в полную силу как в общем-то хотелось бы но дал зеленский ну просто понятно потому что зеленский прекрасно понимает что здесь как бы у него конфликт интересов потому поэтому если он твердый что называется со всего размаха будет отвечать на вопрос а почему нельзя выбора проводить в нынешней ситуации что нынешней ситуации это для украины будет самоубийство кто-то может воспринять это так что зеленский держится за свое кресло поэтому он так аккуратно немножко так как мне кажется с юмором чуть-чуть включил 95 квартал но тем не менее достаточно убедительно ответил грэму вот ну по коррупции достаточно сильное заявление было вот поэтому в целом такая такая достаточно серьезное это было интервью которая мне кажется расставила точки над и по очень многим вопросам согласен с вами игорь иксаныч вы вышли на очень интересную тему тему выборов я не планирую обсуждать но это очень интересно мне кажется потому что впервые сигналы о возможном проведении выборов как раз звучали из европы теперь уже штаты я абсолютно полностью солидарен в этом смысле сидели с риторикой президента у меня есть свое мнение по поводу того нужно проводить или не нужно проводить выбор но вообще никому не интересно поэтому спрошу вас как вы считаете а ну то есть как выходить из этой истории почему настаивают на проведении выборов в стране воюющей стране если мы понимаем что речь идет в первую очередь о безопасности никак не так о ли деньгах которые могут предоставить там и куча других моментов на самом деле там инфраструктура как голосовать кто это будет делать как обеспечить а вот международные наблюдатели и им тоже нужна какая-то безопасность люди которые до придут и будут бюллетени в урны бросать это все ну это все в любом случае приходит к вопросу о безопасности так вот вопрос почему настаивать на этом это же ну практически невозможно сделать кто настаивает сенат ленте грамм вот в том числе вот не вот европа мы слышали потом европа это не один какой-то человек в европе фамилию которого вы скорее всего сейчас не сможете вспомнить без без обращения к интернету да ну вот кто-то в европе до один человек сказал значит есть еще один человек который работает главой офиса значит генсека нато который в свое время говорил а чё отдайте значит устроите перемирие в обмен на на территории ну да еще один человек еще один ну такой странный человек чудак на букву м я бы так сказал он изменился значит кто такой линси грэм это трампист это человек который только что сказал что он поддерживает трампа человека который заявляет о том что трамп заявляет о том что никакой помощи украине сейчас давать не надо вообще никакой просто никакой помощи не надо давать а значит соединенные штаты америки это террористическое государство ну чего и значит а линси грэм это трампист да он приехал в киев за что ему большое человеческое спасибо не знаю сколько он значит самолетов привез боевых сколько танков сколько так сказать дальнобойных ракет он с собой принес ну трудно сказать но в общем случае вроде как не замечено было в его багаже ничего но сам приехал хороший человек спасибо но вот цена вот этому мнению линси грэм она вот такова что это что для меня любой человек который поддерживает трампа это скажем человек с подозрением на какое-то серьезное отклонение умственное потому что трамп это серьезная болезнь соединенных штатов америки ну или вернее проявление серьезной болезни которой больна эта великая страна она периодически заболевает как любая большая страна претендующая на роль отдельной цивилизации ну вот такое случилось несчастье под названием трамп любой человек который поддерживает трампа для меня в общем то ну как бы сразу же звоночек тревоги что так с этим человеком вот ну а что касается выборов там же ссылаются на то что вот соединенных штатах америки 7 ноября 1944 года были выборы вот во время войны послушайте соединенные штаты америки не были оккупированы соединенных штатах америки не было там четверти населения так сказать беженцев на территории соединенных штатов америки не шла война это просто безумие сравнивать такие вещи поэтому аргументы до безопасность вы сказали это важная история но есть и другая история это то что фактически выборы сейчас вот в то есть в той войне конкретной войне ведь то война разные бывают и война в соединенных штатах америки 8 там 8 ноября ли 7 виноват ноября 1944 года это была совершенно другая война чем та которую сейчас ведет украина я перечислил уже принципиальное отличие и тогда не было угрозы существования соединенных штатов америки соединенные штаты америки побеждали не только что освободили париж они так сказать шли шли к победе совсем другая ситуация не было экзистенциального вызова существования соединенных штатов америки который по-прежнему сейчас остается в отношении к украине значит абсолютно безумие проводить выборы когда значит примерно четверть населения украины находится бездомные находится в эмиграции кто будет про лишать их избирательных прав кто будет там проводить кто будет организовывать эти выборы это гигантская история никогда не было такого чтобы четверть населения как минимум четверть населения которые находятся за рубежом должны будут голосовать кто будет организовывать это все? Кто будет организовывать выборы на фронте, в окопах? А это люди, которых нельзя лишать. Это, извините, это цвет украинской нации. Их мнение очень важно. И что? Это мы говорим сейчас о активном избирательном праве, о пассивном избирательном праве. Значит, вот те люди, которые цвет украинской нации, которые находятся на фронте, они будут кандидатами в депутаты? Или мы лишим их такой возможности? Значит, а оккупированные территории, там 20% оккупированных территорий Украины, там жители что? Будут лишены прав? А люди, которые угнаны в Украину, из Украины в Россию, которых тоже достаточное количество, они тоже будут лишены избирательных прав по мысли Линдси Грэма. Но это бред полнейший. И более того, сейчас любая попытка организовать выборы посреди войны, что такое выборы? Тем более, это же не российские выборы, которые являются имитацией. Это украинские выборы, которые будут кость в кость. Извините меня, в тяжело воюющей стране, когда накопилось очень много проблем, много какой-то запаса и раздражения сейчас существует. И вот сейчас будут кость в кость рубиться, будут, значит, будет открыта агитация. Кстати, как? Где она будет открыта? В Украине действует военная цензура. В Украине вообще действует конституционный запрет проводить выборы во время войны. Есть военное положение, которое запрещает прямо проводить выборы. Значит, что надо? Надо менять конституцию, что ли? В разгар войны устраивать референдум, менять конституцию, это что означает? Это означает Майдан. То есть, это означает просто взорвать внутри страны, устроить второй фронт внутри самой страны. То есть, это самоубийство, это выстрел не в ногу, а в голову. И вот это вот, я могу только сказать одно, что этот человек, которого зовут Линдси Грэм, он, к сожалению, сенатор Соединенных Штатов Америки, он идиот. И не просто, как говорил Владимир Ильич, полезный идиот, он очень вредный идиот во всех отношениях. Поэтому тут, ну, в конце концов, ну, ладно, всякое бывает. Бывают всякие неприятности. Есть идиоты в депутатском корпусе России. Я думаю, что можно найти, так сказать, идиотов и в депутатском корпусе Украины. Один из них, вот, бывший, то есть, какое количество бывших депутатов Украины сейчас шастают по российскому телевизору, это даже пересчитать невозможно. Один киво, чего стоит. О, Боже. Да, да, это большой подарок. Спасибо большое, значит, за то, что лучшим поделились украинцы с Россией. Вот, он сейчас там фигурирует постоянно, так что. Так что, ну, вот, не повезло немножко, в конце концов, ну, что ж такое, все, у всех должны быть умные, а, в смысле, у всех должны быть дураки свои, а в Америке нет? Нет, там есть свои дураки. Один из них, вот, приехал в Киев, спасибо ему большое, выступил, сделал совершенно дурацкое предложение, которое вот сейчас президент Украины вынужден на него отвечать. И, кстати, говорят, здесь еще одна проблема. Дело в том, что, так сказать, этим самым, ну, как, это же американский конгрессмен, американский сенатор, и это означает, что те люди, которые, а в Украине, что нет людей, которые хотели бы сейчас поменять власть, есть люди, которые давно и устойчиво не любят Зеленского. Это не вопрос, это не проблема. В любой демократической стране должны быть люди, которые негативно готовы критиковать, но не во время войны, а фактически своим идиотским предложением сенатор Грэм, как бы, легитимизировал сейчас разговоры о том, что надо выборы провести, а почему нет? А есть в Украине люди, которые, в принципе, наверное, думают об этом, готовы, считают, что они бы лучше справились. Но одно дело, когда они так считают, но у них нет, ну, что называется, индульгенция об этом сказать публично, а сейчас есть. Поэтому своим, своим этим высказыванием, я думаю, что сенатор Грэм очевидный, очевидный вред нанес Украине. Хотел он этого или нет, это другой вопрос. Но в данном случае, что называется, за нечаянную глупость, в общем-то, сейчас, ну, ну, очень это, очень все это глупо, очень это странно. И, в общем, на самом деле, это, ну, я абсолютно убежден, просто абсолютно убежден, что в украинском руководстве будет достаточно все-таки разума, сто процентов, чтобы такой глупости, такого выстрела себе в голову посреди войны не сделать. Если я правильно читаю информационный фон, если я правильно понимаю обстановку, ситуацию на фронте, я полагаю, что сейчас у ВСУ, у Украины есть некие успехи, они касаются запорожского направления, но между тем, мы видим несколько сообщений. Первое, залужный, значит, американским СМИ говорит о том, что мы в шаге от того, чтобы прорвать фронт. Второе, генерал Милли, очень важное заявление, он говорит о том, что первая линия уже прорвана. Вторая история, третья история, это СНН, который сообщает и фактически подтверждает, что первая линия обороны прорвана. Да и если посмотреть на то, что пишут так называемые российские военкоры, там у россиян большие проблемы. Скажите, пожалуйста, как можно развивать этот успех и влияет ли как-то военные успехи на предоставление помощи, на еще большую поддержку и политическую, и военную, и так далее? Или мы будем ограничиться тем, что заявили некие источники, как я обожаю, американским СМИ, что Штаты уверены, что Украина получила достаточно техники и вооружения для успешного контрнаступления? Смотрите, Юрий, здесь три вопроса ваших, я попробую на них как-то отнестись к этим вопросам. Значит, один вопрос, что надо сделать для того, чтобы развить ответ от успеха, я на этот вопрос отвечать не буду по той простой причине, что вопрос не по адресу. То есть я не военный эксперт и я не участник боевых действий, поэтому даже попытка, даже если у меня есть какое-то мнение на этот счет, ну это будет с моей стороны просто бестактно и странно отвечать на этот вопрос. То есть я вроде как, я что, генералу Залужному советую, как ему действовать? Нет, я этого делать не буду, точно. Значит, второй вопрос, скажется ли успехи Украины на помощи? Думаю, что да. Вот здесь уже вопрос не военный, это уже вопрос политический. Я думаю, что, ну, там, какое-то понимание того, как устроена политика, дает мне основание сказать, что да, скажется позитивным образом. Дело в том, что у западных политиков и тех людей, которые влияют на политику, сложилось очень странное какое-то убеждение, что вот мы не даем помощи, Украина плохо воюет, поэтому мы дальше не должны давать помощи. То есть, условно говоря, больной плохо себя чувствует, значит, мы не даем ему лекарств, больной не выздоравливает, а мы и дальше не будем давать ему лекарств. Вот такая вот дикая совершенно логика зачастую звучит у, так сказать, в американской прессе и, судя по всему, существует в головах некоторых американских политиков. То есть, Украине не дают необходимого вооружения для... Ну, например, вот это, кстати, к последнему вопросу вашему. Значит, я не знаю ни одного военного эксперта, там, американского, европейского, который бы утверждал, что в сегодняшней войне можно наступать без превосходства в воздухе. Вот ни одного такого... Я тоже не знаю. Да, который бы сказал, ну, подумаешь, там, значит, вы будете наступать, а ваш противник будет вас просто спокойно, методично расстреливать с воздуха, уничтожать просто. Вы идете в наступление, а вас сверху, так сказать, на вас, на вас вот эти вот птички гадят. Вот. И это любимое занятие, на самом деле, российских военно-космических сил, которые, которые, так сказать, занимаются, вот они этим занимались в Сирии, вот, они этим занимались первое время в Украине, но и отсутствие превосходства в воздухе, оно дает возможность обороняться, оно дает возможность каким-то локальным наступательным действиям, но оно не дает возможности для устойчивого массированного наступления. Поэтому, конечно, без, так сказать, там, без дальнобойных ракет, без F-16, ну, наступать, побеждать, победоносное наступление маловероятно. И какие-то локальные, многих очень сбивает с толку то, что Украина в прошлом году совершила несколько очень успешных наступательных операций без превосходства в воздухе. Ну, как же так нам говорят? Ну, вот смотрите, вы же молодцы такие, вы же смогли, значит, совершить блестящее наступление, вы смогли, во-первых, без всякого прикрытия в воздухе вышибить врага из-под Киева. Вы смогли без всякого прикрытия с воздуха, превосходства в воздухе, значит, совершить мощнейшие наступательные действия в Харьковской области. Крайне успешная операция. Ну, и, наконец, без всякого превосходства в воздухе вы смогли освободить Ну, вот три, по крайней мере, блестящих операции, которые Украина сделала без наступления, без превосходства воздуха. Но это лукавая история, потому что каждый раз это были достаточно локальные и внезапные успехи, когда Россия была в значительной степени не готова к этому. То есть, так сказать, быстрая атака вышвыривания российских войск из-под Киева была связана просто с эффектом неожиданности, потому что тогда еще у российского руководства военного и политического было убеждение, что Киев за три дня. Это было такое ощущение, это еще было ощущение вот этой эйфории, что ну подумаешь, мы сейчас вот с девяти направлений наступаем, Украина не может сопротивляться, и вдруг начали расстреливать танковые колонны. И это был вот этот эффект неожиданности, и они сбежали. Что касается Харьковского и Херсонской операции, ну, каждый раз это объясняется локальными причинами. То есть, Харьковская операция, это была внезапная, неожиданная операция, очень успешная, не была готова Россия. То же самое и Херсон. Херсон это вообще отдельная история, там был просто плацдам, который расстреливался на протяжении нескольких месяцев. В конечном итоге они ушли, потому что Украина просто как в тире обстреливала незащищенную российскую группировку. Ничего похожего сейчас нет. Сейчас Россия за прошлую осень, за прошлые леты, за прошлую осень и за зиму зарылась в землю, укрепилась, закогтилась. И действительно сейчас речь идет о глубокой эшелонированной обороне, которую преодолеть без какого-то прикрытия с воздуха будет довольно сложно. Поэтому, ну вот, я думаю, что так. Я думаю, что успехи, безусловно, будут способствовать, а все разговоры о том, что, так сказать, вот вы сначала покажите успехи, а потом мы дадим оружие. Ну, слушайте, можно, конечно, значит, тренеру по плаванию сказать, вы сначала, пусть ваша команда поставит мировой рекорд, а потом мы дольем воду в бассейн, да? А вы пока занимаетесь таким плаванием. Субтитры сделал DimaTorzok